С детства я всегда был один. Бродил по темным подворотням, искал чем бы поживиться. Тогда мои инстинкты научили меня воровать. Всегда так тихо, незаметно, или же с последующей погоней. Хорошую еду удавалось доставать только таким путем. Но вот я вырос, и я ничуть не изменился. Даже хуже. Я стал обтаскивать квартиры. Постучу в дверь. Если никто не выходит, значит дома пусто. Аккуратно, без лишнего внимания, я взламываю замок. Обыскиваю всю квартиру в поисках чего поценнее. И тихо ухожу, оставляя ужасный сюрприз владельцу, что вскоре вернется с тяжелой работы. Однажды сбегал по вентиляции и попал в какую-то квартиру. Хозяин был дома. И даже так я тихо, или не очень, удрялся оставаться незамеченным. Конкретно у этого человека мне нужно было достать ключ, чтобы выбраться из квартиры. Я не очень-то люблю тратить свои отмычки. У него я нашел ценную находку. Флакон для улучшения синхродиска. Это была моя первая крупная добыча. И после нее моя вера и рвение только выросли. Захотелось проверить каждую квартиру в поисках сокровищ, богатых олигархов и работяг. Но меня сразу же ждала большая неудача. Нашел записку с паролем в продуктовом магазине. Нашел в комнату охраны и полез к компьютеру. Камеры явно тут не зря стоят. Пустя некоторое время турель, висевшая рядом с камерой, начала стрелять. Проснулся я уже в больнице. Позже полицию хозяева не вызывали. Ну и славно. Мне же лучше. Собранные вещи я сдавала в ломбард. Наверняка они стоят куда дороже. Но что ж поделать? Раз уж они так легко достались, я не буду жаловаться. В одной квартире улов был необычайным. Круто! Да это ж круто! Только взгляните на эту выручку. Вскоре денег станет достаточно на квартиру. Я продолжал свои грязные делишки. И вскоре накопил на квартиру. Она огромна! Помаленьку буду покупать различную мебель внутрь. В одной из квартир моих шерд я нашел синхродиск. С очень интересным условием. Пошел устанавливать. Теперь я могу зарабатывать, раздавая баночки колы. Что за прелесть. Но это не для меня. Слишком долго. Решил взять работу. Подстать такому неучу, как я. Публичное унижение. Моя цель. Человек, живущий на четвертом этаже. Контент Проджектс. У него короткие светлые волосы. И голубые глаза. Пошел искать. Я просмотрел квартиры четвертого этажа. И нашел учетную запись цели. Там было его фото. Цель. Эдвард Кларк. Осталось только публично бросить в него какой-нибудь ерундой. Я выбрал пончик. О, вот это да. Кто же знал, что у него волына с собой. Боже. Оторвался от преследования. Сдал задание. Радкая репутация. Начислена на мою совесть. Взял очередное задание. Разгромить квартиру цели. Этаж проживания в очередной раз известен. Так что будет проще простого. Но цель спала. Если бы я начал буянить, она бы проснулась. Ну, я побрел во своей оси. И вдруг ко мне подошел мужчина. И подал мне синхродиск. Я, прощупав свои карманы, понял. То я выронил его по пути. Я поблагодарил и глубоко задумался. Мне стало стыдно за все. Это мое грязное прошлое и настоящее. Если в мире существуют такие хорошие люди, зачем же творить такие отвратительные вещи? Зло порождает зло. Поэтому я решил все бросить. И начать с чистого листа. Я стал детективом. Можно... О, да. Где я? Ой. Ой. Это труп. Эту женщину убили? Эта женщина кто? Ладно, мне лень расследовать убийство, если сейчас. Тем более, я ничего не помню. Давайте я лучше ливну отсюда побыстрее. Ой. Я ничего не делал. Пока, пока, пока. Камера не работает. Ладно. Для решения делового опроса. Вот этого я сделал. Кстати, это я ни разу не пробовал делать. Давайте вот это вот я возьму. Вот он, заспавнился. Окей. Увесно только, где он живет, правильно? Иные каштановые волосы. Тайлист. По QA. Почерк, образец тип F. Ну так это изи. Просто надо обыскать челиков в первом этаже Перри Таверс. А где у нас Перри Таверс? Эээ. Так, ну у вас не длинные, не каштановые волосы, да? Я так понимаю. У вас короткие черные волосы. Эээ. Вы тоже не моя цель. А где моя цель? А вот здесь, скорее всего, спальня. Чел спит. А где документы могут быть? А, стоп. Могут быть документы в книжных полках? Правильно понимаю. А молоко где? Какое молоко? Прости, вылетел из кема. А, в магаз сходил? Вечно у тебя так. Тебе надо, ты и купи. Куплю, когда прекратишь висеть у меня на шее. Нифига. Так это содержанец? А, альфонс? Прочищает горло, прочищает горло. Ээээ. Твоем такие, пошли. Ээээ. Прятаться. Пипец. Эээ. Здорово. Мне как же больно. Лицо. Ай, ай, ай. Уф. Ай. Ай, уф. Ай. Эс. Эс. Блин, я не хочу на работу идти к ним. Ладно, придется сейчас. Эй, стулом. А так можно? Ну-ка. А. Кровотечение, пипец. Ну-ка, женщина, дай я тебя проверю. Так. Короткий черный волос, это не та женщина. Я зря сюда вообще проник. Ой. Это тебя я избил, что ли? Ой. Я не хотел вас избивать, извините. Ай. Эээ. 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 Все. О, все деньги забрали. Эээ, я бомж. Подожди, а смысл был вот этого вопроса, если у меня ноль денег, я смог оплатить все равно. Ага, у меня убрали... Забрали вещи, которые я украл. Ну, это справедливо, да? Ой, надо же было им так больно забрать свою обертку от конфетки. Ой-ой-ой. Пипец. Как живот? Ужасно. А твой? Тоже. Пойду возьму колы. Не. Не поможет. О, это же я! Охренеть. Роб говорит, что это все из-за колы. Вполне может быть. Не пейте колу. Но без нее еще хуже. А, здесь не на что смотреть. Да я ничего не делаю. Так, у вас длинные каштановые волосы. Да, длинные каштановые волосы, полное телосоложение, размер обуви 10-12. Глаза голубые. Стоп, что? Размер обуви поменялся только что. Что за бред? Ладно. А, приблизительно написано. Ладно. Очки нет, борода нет, группа крови неизвестна. Толожность неизвестна. Буду не заметить. Короче, это, возможно, есть та самая нужная цель наша. Теперь посмотрим на остальных наших пунктов. Ого. У нее тоже длинные каштановые волосы. Типец. Ладно. У нас есть две предположительных цели. Хорошо. Не дай бог здесь тоже будут длинные каштановые волосы. Это будет вообще прикол. Здесь никого нет дома. И ключ оставлен. Значит, я могу, в принципе, зайти и посмотреть, кто там живет. Ай. А, может быть, по почерку надо? Да, может быть, подкис был. Но это, по-моему, не та, не та полка, роспись. Скорее всего, действительно, здесь наша цель не живет. Можно даже не смотреть. Опа. Ой. Так. Стоя вижу, что вот в эту квартиру проходит вентиляция. Сюда можно пробраться. Так, кто такой? Вы... Бежи. Спасибо. Спасибо. Давай. Ура. Спрятался. Господи, вы больные. А как они меня не замечают? Я не понимаю. Это же бред. Я так палевно сижу, прям они заходят в твою комнату и меня не видят. Или я типа за кроватью так хорошо здесь спрятался. Ключ, 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 ключ. Все, можно сваливать, можно сваливать. Вернемся потом сюда еще. Когда они все на работе выйдут? Я прям в рандом очень попал. Женщина вот эта вот вторая черненькая открыла. Дверь. И ушла. Я смог забраться. Прикольно. А сюда можно попасть с помощью грубопровода. Все, да, 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 да. Это женщина одна из тех, кто мне, возможно, нужен. Возможно. Одна специалист под Q&A. Это она, это она, это она, это она. Все, это точно она. Это она мне нужна. У нее мне надо найти секретный документ. Конверт. Совершенно секретный. Токсикологический отчет по продукту YC. YCX-12 продается под названием «Паксадол». Компания получит информацию, чтобы рекомендовать продукты, вызывает сильных побочных эффектов. Она вообще детально написывает результаты токсикологической экспертизы. Краткое заключение. YCX-12 может вызвать потребительные побочные эффекты умеренной или значительной силы. Им относит, в виде прочего. Головные боли, тошнота, цирроз печени, легкий психозвесит. Также с основания полагать, что данные побочные эффекты проявляются наиболее ярко у людей, прошедших продуктов повторного эквенирования. Дел контроля качества советует поместить предупреждающую надпись на покупке продукта, чтобы избежать судебных... Я взял. Это оно нужно? Это оно мне нужно было? Это было так просто? А мне показалось, что оно не красное. Как будто бы... Да, оно вообще не красное. Оно какая-то коричневая. Просто с красной надписью. Вы сделали это? Хорошо. Я посмотрю и дам вам деньги в течение часа. Еееее. Вы все сделали. Дело раскрыто. Деее. Все. Тайный рейтинг плюс 100. Плюс 1750 монет. Нифига себе. Новый уровень социального рейтинга. Третий. Здорово. Добрый день. Как вас зовут? Ох. Какой добрый. Блин, я хочу вам подарить что-то. Вот, знаете. Спасибо. Просто очень добрый человек. Блин, капец, такой добрый человек. Сразу рассказал, как вас зовут. Блин. Блин. Хочешь такой красивый. Хлебц. Кофе? Кофе хочет. Он хочет кофе. Надо срочно кофе ему принести. Сейчас, сейчас, погоди. Мужик, погоди. Не уходи. Вот он. Он еще здесь. У него есть кент. У него есть друг. Или они просто прохожие. Но они слишком близко, чтобы быть просто прохожим. И как будто бы кенты. Ладно. Давайте так. Стой, мужик. Стой. Стой. Мужчина. С удовольствием приму это. Вы не видите, но я плачу сейчас. Интересно, а в игре можно дать кучу денег челу, чтобы он смог себе дом купить? А вам я дам данго. Вы же друг того чела, поэтому вы заслуживаете поесть. Смотри, какая маленькая. Зацени. Э, женщина. Смотри. Иди сюда. Ладно. На. Дарю себе данго. This is very kind. До свидания. О, велосипед. Я на велосипеде еду. Так, все, приехали. Так, мой велосипед я оставлю здесь. О, можно. Когда велосипед я припаркую вот здесь. Не получается, ладно. Ммм, вот здесь. Ой. Вы чё? Чё за городец так? Тихо, тихо, тихо. Ставься, вот этот раз. Спросите работников по человеку по имени Крис. Тут нет работников, они... Вот, я могу украсить отсюда прям синхро... Синхро... Улучшатель. О, здрасте, здрасте. Стойте, 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 стойте. А, 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 а как спросить работников по сотруднике? О, вы что делаете в мужском туалете? Ладно, видимо, она идентифитирует себя как мужчина. Это нормально в нашей жизни. О, смотрите, чё я сделаю. Так. Это уже ненормально. А, не все хотят поиграть, им не дают. Кроним нельзя. А чё? Я поиграть пришёл. Ладно, я пошёл. Чёртвец. Не поиграли. Всё. Ох, нема. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У меня теперь семь слотов в инвентаре. Почему вот эта штука? Кранная. Ладно. Я могу? О! Я могу! Я хочу весь город выкинуть, короче. Надо выкинуть весь город в эту... В... Воду. Что такое? Стоять. Останет запомнить. Останет запомнить. Здесь у женщины. Спасибо. Вам не будет достаточно. О, моё. По воздуху пробежала сквозь дверь. Что за бог? И человека бог. Я же здесь был. Здесь произошло убийство? Ой, ой, ой. Это же та же самая женщина, у которой я украл документы. Её убили. Это плохо. Нож. Её убили ножом. Вот этим самым ножом. Надо за... 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 Крепить. Чё в тело, я могу предположить, что терпа была отравлена. Кого? Отравлена? Всё, тогда это мы сохраняем. И в следующий раз продолжим. Когда-нибудь. Субтитры сделал DimaTorzok